СОВЕТСКИЙ ИСТОРИИ Николай Вознесенский – один из самых молодых и перспективных лидеров Советского Союза 30-40-х годов, а также один из главных авторов триумфальной экономической победы СССР над Германией в годы войны, теоретик советской плановой экономики и один из членов специального комитета при Совете Министров, занимавшегося разработкой первого советского ядерного оружия. Несмотря на раннюю гибель, экономическое наследие Вознесенского использовалось в СССР и после его смерти, хотя имя его на долгое время было забыто. К середине 1930-х остро стоял вопрос о плане третьей пятилетки, в ходе которой СССР предстояло вновь догнать и перегнать страны Запада, но теперь уже не по объемам промышленного производства, как в годы первых двух пятилеток, а по уровню жизни населения. Вдобавок к этому необходимо было создать крупные государственные резервы и мобилизационные запасы на случай большой войны, в первую очередь по топливу и военной продукции. Для этого Сталину нужен был новый главный плановик – молодой, умный, квалифицированный, и, конечно же, из числа его сталинских, а не царских или иностранных спецов. И такой человек нашелся. Николай Вознесенский, которому на момент назначения на пост главы Госплана не было и 35 лет, был едва ли не самым ярким представителем новых сталинских кадров в полном смысле этого слова. Уже к 34 годам он не просто стал доктором наук, но и оказался одним из главных теоретиков новой советской плановой экономики. Он обосновал действия в условиях социализма, законы стоимости, рыночных цен, прибыли. Еще до назначения в Госплан сотрудники ведомства начали использовать его теоретические статьи в качестве основания, от которого они отталкивались при составлении планов. При этом Вознесенский обладал абсолютно безупречным с идеологической точки зрения происхождением. Вот сохранившийся в архивах документ, написанный самим Вознесенским при поступлении в Институт Красной Профессуры автобиография. Читаем. Родился в 1903 году, 18 ноября по старому стилю, в селе Теплое Чернского уезда Тульской губернии. Отец занимался ремесленничеством, затем был лесником, сторожем, мать-домохозяйка. До 1917 года жил на иждивении семьи и учился. Кончил городское начальное училище. В 1919 году в возрасте 16 лет Вознесенский вступил в партию и стал организатором и председателем первой комсомольской ячейки в городе Черн. На этой малоизвестной архивной фотографии он сидит в центре во втором ряду. Именно этот паренек, которому на вид не даши 14 лет, оказался самым активным комсомольцем в округе. Уже вскоре его ячейка стала одной из самых крупных в губернии, а к весне 1920 года уездная комсомольская организация под его руководством состояла из более чем 600 человек. После этого и начался его долгий путь к вершинам власти. Сначала Николая Вознесенского отправили на вышестоящую должность в Тульский губернский комитет комсомола. Вот он на фото, младше всех своих коллег. Там он проработал недолго. Однако в этот период Вознесенский, по его собственным воспоминаниям, не только занимался кабинетной работой, но и участвовал в военных отрядах коммунистов и в марте 1920 года выезжал вместе с отрядом для подавления Кулацкого движения. И вот этот активизм не покидает его все последующие годы, потому что из комсомолица он становится членом партии. Его практически сразу направляют в Москву. И первое образование у него – это коммунистический университет имени Свердлова. Среди его лекторов в университете был Дзержинский, Луначарский, Куйбышев и многие другие видные советские деятели. После успешного окончания института Вознесенского направили работать в Донбасс. С 1926 по 1928 годы он успел проработать сначала порторгом на Янакиевском металлургическом заводе, а затем в отделах агитации и пропаганды сначала Янакиевского, а потом и Артемовского комитета в партии. Вскоре на фоне успешной работы в Донбассе ЦК КПБ Украины предложил ему поступить в Институт Красной Профессуры. В отличие от первого института, давшего скорее общую подготовку, Институт Красной Профессуры был настоящей кузницей новых хозяйственных руководителей. Там подробно изучали и политэкономию, и иностранные языки, и другие общественные науки. Вознесенский незамедлительно подал заявление на экономический факультет. Вот этот коммунистический университет, он обладал теми возможностями, чтобы приглашать старых еще специалистов, услугами которых активные в преподавании и в реализации идей Госплана пользовались в 20-е-30-е годы. Многие его однокурсники не просто были старше и опытнее, но и уже имели высокие должности. Несмотря на это, в своих воспоминаниях они писали о молодом Вознесенском как о поразительно начитанном, образованном и сообразительном собеседнике. Его одногруппник Емпольский, позже работавший на должности главного специалиста в Госплане, оставил такие воспоминания. Вознесенский был самым молодым в нашей группе. Ему было всего 24 года, когда он начал учиться в ИКП. Тем не менее он заметно выделялся своими знаниями, общей культурой подготовки и глубокой партийностью подхода к рассмотрению любого теоретического вопроса. Но не только это, но и его личные качества, скромность, честность, прямота высказываний вызывали естественное уважение. В начале 1931-го Вознесенский успешно закончил Институт Красной Профессуры, оставшись в нем преподавателем. Довольно быстро он защитил диссертации, в том числе докторскую диссертацию, в 1935 году, когда ему исполнилось всего 32 года, даже 32 лет не было. По тогдашним меркам это довольно редкий случай, особенно для выходца из крестьянской рабочей среды. Тогда же Николай Вознесенский начинает свое становление в качестве одного из основных теоретиков советской экономической науки 30-40-х годов. В печати начинают появляться его первые программные статьи о будущем административно-командной системы и перспективах планирования. В отличие от многих экономистов того времени, он не только отрицает скорую ликвидацию денег, но и идет дальше, называя их важнейшим инструментом плановой экономики. Деньги в понимании Вознесенского – не инструмент регулирования и стимулирования экономики, а орудие контроля над производством и распределением. Поэтому и курс их определяется не рынком, а плановым ростом народного дохода и товарооборота. По Вознесенскому план должен полностью исключить стихийное начало из экономики, подчинив ее интересам общества, то есть его потребностям. А значит, и старые экономические законы, такие как закон стоимости, сохранят свое действие, но будут подчинены интересам планов. Для простого народа, который, разумеется, мало интересовался проблемами политэкономии, это могло означать, что эксперименты вроде едва не разрушившего страну военного коммунизма остались в прошлом. И хотя бы в ближайшей перспективе в стране будут сохраняться хорошо знакомые товарно-денежные отношения. Вместо эфемерного «от каждого по способностям, каждому по потребностям» теория Вознесенского обещала сохранение привычного уклада жизни при заранее запланированном росте уровня жизни. Проще говоря, живи и работай, а обо всем остальном уже позаботились партия и Госплан. На тот момент это было даже слишком смело. Линия Вознесенского – это линия на то, чтобы сохранить элементы законы стоимости и, соответственно, совместить их с плановым началом. До последнего именно он проводил эту линию, то есть даже в его работе военной экономики 1947 года, опять же, идеи выражены. А других идей на самом деле не было, потому что он был главным, вот именно, скажите, идеологом всего этого процесса. Рисковая ставка Вознесенского оправдалась. В 1931 году, вскоре после первых нашумевших публикаций, его пригласил к себе Ян Рудзутак, руководитель Центральной контрольной комиссии ВКПП и Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции СССР. Эти государственные органы считались своеобразным, не дремлющим оком партии и правительства. Он отметил, что работы Вознесенского привлекли внимание ЦК, поэтому было принято решение назначить его главой сводной группы планирования и учета ЦКК РКИ. То есть первое место работы Вознесенского уже вот как специалиста, после второго высшего образования, это государственный контролер. И он несколько лет работает государственным контролером, применяя свои специальные уже экономические знания для того, чтобы контролировать правильность выполнения планов. В августе 1934 года Вознесенский проводит выездное расследование, связанное со странностями, выявленными им в документах о смертности и рождаемости в СССР. Его удивили записи о голодных смертях в Киевской области летом 1934 года. К этому времени голод в стране уже завершился. Вознесенский организовал рабочую командировку и выехал на место. Сельсовет Бердники Киевской области, чтобы на месте разобраться, что произошло. На месте удалось выяснить много интересного. Книги актов рождения и смерти содержались в беспорядке, бланки актов смерти сплошь и рядом не были подписаны, не содержали информации о заявителе или справке от врача. Причины смерти указывались произвольно и без подтверждения. Первичные записи о смерти не заверялись. В умершей записывали тяжело больных, которые потом выздоравливали, ушедших на работу в город, арестованных. Вот что писал об этом Вознесенский в своих первых отчетах из командировки. В сельсовете Бердники Киевской области записи о смерти вследствие отсутствия книги велись в списке. Затем секретарь сельсовета дал одному школьнику переписать эту запись в книгу. При этом были перепутаны года и даже пол. На корешках бланков без всякой справки врача отмечено – умер от голода и опухоли. В связи с выявленными нарушениями Вознесенский расширил географию проверок. И уже вскоре выяснилось, что в некоторых отдаленных от центра районах, в частности, на Кавказе, Закавказье и в Средней Азии, вообще не заполняют актов рождения и смерти и не присылают данные в центр. В результате расследования выяснилось, что правительство СССР не обладает достоверными данными ни о точном числе граждан, ни о количестве трудоспособного населения, а значит и не может прогнозировать его убыль, прирост, миграцию и другие показатели, критически важные для дальнейшего экономического планирования. Обобщив выявленные нарушения, Вознесенский предоставил доклад о них председателю комиссии партийного контроля Лазарю Кагановичу и председателю комиссии советского контроля Валериану Куйбышеву. Введавшим демографической статистикой Центральном управлении народно-хозяйственного учета попытались оправдаться, назвав выявленные нарушения единичными и пообещав устранить все недоработки в кратчайшие сроки. Но гораздо важнее было то, что о Вознесенском услышали на самом верху. Работа Вознесенского в Ленинградской плановой комиссии стала прообразом его будущей реформаторской деятельности в Госплаве. Под его руководством был составлен 10-летний план развития города, который предполагал полное преображение Ленинграда. Именно в ходе его реализации в городе появились гранитные набережные, новые трамвайные и первые троллейбусные линии, новые школы, детсады, поликлиники, магазины и так далее. Успехи молодого экономиста не остались незамеченными и вскоре привели к событиям, которые стали большой неожиданностью как для Вознесенского, так и для всех без исключения сотрудников Госплана. В ноябре 1937 года Вознесенского вызвали в Москву. Тогда, в самый разгар Ежовщины, подобное приглашение значило либо продвижение по службе, либо скорый конец. Неизвестно, с какими мыслями глава Ленгорплана ехал в столицу, но вызов этот закончился для него удачно. Вознесенского назначили заместителем председателя Госплана. На этой должности, будучи замом уже обреченного к тому времени председателя планового ведомства Валерия Межлаука, он едва успел принять основные дела. Официальное сообщение о назначении 34-летнего Николая Вознесенского появилось в правде уже 20 января 1938 года. Деятельность Вознесенского в должности руководителя Госплана на первом этапе заключалась в реформировании ведомства. Арест Межлаука не прошел бесследно. Вслед за ним под следствие попали и многие другие специалисты и руководящие работники Госплана. Проведя оценку оставшихся после чистки плановиков, Вознесенский решил кардинально обновить кадровый состав. Все приказы о назначении новых сотрудников на работу в Госплан Вознесенский подписывал лично. Основу команды Вознесенского составили такие же специалисты нового сталинского поколения, как и он сам, многие из которых впоследствии добились больших карьерных успехов и заняли высокие должности в системе государственного управления, в том числе и в самом Госплане. В их числе будущий председатель Госплана Максим Сабуров, ставший позже первым зампредом Верховного Совета Василий Кузнецов, будущий академик Восхнил Сергей Демидов и другие. Результаты нового кадрового подхода стали заметны почти сразу. Во главе отделов Госплана оказались высококвалифицированные молодые специалисты, часть с опытом научной работы, которые могли на равных вести диалог с представителями наркоматов и предприятий, когда дело доходило до производственных и технических вопросов. Разумеется, кадровыми вопросами Вознесенский не ограничился. Он формирует в Госплане институт уполномоченных, работающих на месте. Новому главе Госплана удается добиться того, что его уполномоченные получают статус, позволяющий им на равных разговаривать с директорами заводов, иметь доступ в различные хозяйственные наркоматы, то есть иметь чрезвычайные полномочия. Они, невзирая на ведомственные и иные барьеры, могли принимать решения, которые оформлялись постановлением правительства и реально налаживали горизонтальные и вертикальные связи между промышленными предприятиями разных отраслей народного хозяйства. При этом им даже не были указкой местные партийные органы. Этот институт просуществовал почти 10 лет и сыграл выдающуюся роль в организации промышленного и аграрного производства, особенно в период войны. Проводившиеся изменения затронули и сам процесс планирования. Во-первых, он завершил процесс сведения множества отдельных балансов в баланс всего народного хозяйства, связывающий воедино все основные экономические показатели СССР. Во-вторых, при Вознесенском были созданы территориальные отделы госплана, дополнившие уже существовавший отраслевой разрез плана территориальным. Это положило начало комплексному планированию экономических районов и усилило контроль за исполнением плана на местах. И в дальнейшем в документах периодически повторяется одно из его фирменных словечек – борьба с сигнализаторством. Это когда к нему приходили и говорили, что я вам сигнализирую, что план провален, и он сразу возвращал эту информацию, говоря, что это замечательно, а что вы лично сделали, чтобы план все-таки не был провален. Параллельно с реформированием госплана Вознесенский приступает к практической деятельности по составлению планов хозяйственного развития. Вот один из проектных документов, испещренный исправлениями и пометками, сделанными Вознесенским. В проектах, направленных на согласование, Вознесенский отмечает, основным показателем, характеризующим экономический уровень СССР в сравнении с капиталистическими странами, является именно производство потребительской продукции на душу населения. Одной из главных задач третьей пятилетки в его понимании становится рост народного потребления в полтора-два раза. Третий пятилетний план должен был стать для советского народа пятилеткой изобилия. К концу пятилетки фонд заработной платы и товарооборот должны были вырасти более чем на 60%. А это значит, что зарплаты советских граждан планировалось повысить в среднем в полтора раза, увеличив в то же время количество дефицитных товаров народного потребления. Одежды, обуви, посуды и многого другого. Более того, план предписывал развивать новые формы торговли и обслуживания, продажи по предзаказу с доставкой на дом, развозная и разносная торговля, магазины и отделы штучной продажи к концу третьей пятилетки должны были стать привычным делом для советского человека. Страна наконец-то готовилась пожинать плоды своего труда. Третий пятилетний план, охватывавший период с 1938 по 1942 годы, был утвержден в марте 1939 года. Вот его финальный вариант с автографом Вознесенского, сохранившийся в архиве. Вскоре после этого Сталин распоряжается назначить Николая Вознесенского заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР, то есть делает его заместителем Вячеслава Молотова. Соответствующее рукописное распоряжение Политбюро было подписано лично Сталином 4 апреля 1939 года. Вот этот документ. Новая должность позволила главе Косплана вызывать на ковер наркомов и отчитывать их, если те, к примеру, препятствуют работе уполномоченных планового ведомства. Отныне с уполномоченными он общался как председатель Госплана, а с руководителями наркоматов уже как зампред СНК, то есть вице-премьер советского правительства. Вознесенский Сталину понравился тем, что он все четко выполнял. Сталин вообще любил таких людей, которые все выполняют четко и не врут. Ежегодный рост промышленности в годы третьей пятилетки составил около 12-14% и сопровождался резким наращиванием выпуска военной продукции, среднегодовой прирост по которой за 1938-1940 годы составил целых 141,5%. Впоследствии именно это обеспечило Красной армии резервы, которые она использовала в начале войны. Также с каждым годом в стране росло потребление мяса, рыбы, хлеба, сахара, масла, консервов и других продуктов. Рацион советского гражданина улучшался с каждым годом. Вместе с тем росла и его зарплата в среднем на 10-20% в год. Благоустройство городов, повышение доступности образования, здравоохранения и рост зарплат на госпредприятиях обеспечили дальнейшую урбанизацию СССР. Страна в буквальном смысле преображалась на глазах. Увы, вскоре после начала пятилетки планы пришлось изменить. Резко увеличиваются объемы средств, которые вкладываются в оборонные предприятия. Наращивается выпуск военной техники, производство снарядов артиллерийских и иных. Если бы не война, то в большей степени была бы развита социальная сфера, выпуск товаров, необходимых людям, которых не хватало в 30-е годы. Однако планом третьей пятилетки новый глава госплана не ограничился. Ведь параллельно он прорабатывал гораздо более масштабный проект развития советской экономики. На 18-м съезде ВКПБ в марте 1939 года Николай Вознесенский идет в Абанк. Он выступает в прениях по докладу Молотова и обосновывает мысль о необходимости разработки генерального хозяйственного плана на несколько пятилеток вперед. Две, а лучше три пятилетки. Нюанс состоял в том, что это была его личная инициатива, без согласования со Сталиным или ЦК ВКПБ. Не случайно ни в докладе Сталина на 18-м съезде, ни в докладе Молотова о третьей пятилетке вопрос о генеральном плане поставлен не был. Вероятно, в тот момент судьба Вознесенского висела на волоске. Но на этот раз ему повезло. Генпланом предусматривалось возведение новых металлургических гигантов, строительство Байкало-Амурской магистрали, сооружение Куйбышевского, Соликамского и Ангарского гидроузлов, создание мощной топливной и металлургической базы на севере европейской части страны. Генеральный план с временным горизонтом в три пятилетки 1943-1957 годы был действительно неординарным. За 15 лет страна должна была выйти на качественно новый уровень, и речь шла уже не просто об экономическом плане, а о создании полноценного проекта развития общества. Увы, выполнить амбициозные задачи не удалось из-за начавшейся войны. И реализация генплана так и осталась не сбывшейся мечтой Вознесенского. Впоследствии не по одному из показателей СССР к 1957 году так и не вышел на уровень, намечавшийся в генплане. Между тем, Сталин высоко оценил инициативу главы Госплана. В феврале 1941 года ему вручают первый орден Ленина – высшую государственную награду СССР. Вместе с ним награждают и других плановиков из его команды. Вот они на фото вместе с Вознесенским и всесоюзным старостой Михаилом Калининым. Еще через несколько месяцев, в марте 1941 года, Вознесенского назначают первым заместителем председателя Совета народных комиссаров. В мае должность председателя занимает сам Сталин. С этих пор Николай Вознесенский становится его первым заместителем. ВЗРЫВ К началу 1941 года Николай Вознесенский был одним из немногих, кто ясно осознавал – война уже на пороге. Она неизбежно начнется в ближайшие месяцы. В своих выступлениях он практически не скрывал того, что стране стоит готовиться к худшему, вопреки современным заявлениям о том, что для советского руководства война стала неожиданностью. К примеру, в докладе на 18-й Всесоюзной конференции 18 февраля 1941 года он заявил – «Грядущая война будет войной моторов и войной резервов». Все предвоенные месяцы в СССР велась подготовка к войне, и деятельность Вознесенского – отличное тому подтверждение. Вот один из сохранившихся в архивах документов, согласно которому в мае 1941 года Вознесенский принял судьбоносное решение о выделении средств на подготовку московского метро к использованию в качестве бомбоубежища. Впоследствии эта начавшаяся загодя работа спасет жизни многим москвичам. Тогда же было выбито финансирование для усиления системы ПВО, немало удививший немецких летчиков, впервые отправившихся бомбить Москву почти три месяца спустя – 22 июля 1941 года. В пять часов утра Сталин разбудил его телефонным звонком и известил о начале войны. Уже через несколько часов Вознесенский собрал у себя всех наркомов оборонной промышленности. «Война предстоит тяжелая. Нужна быстрая и всеобщая мобилизация всех наших ресурсов. Перед наркоматами оборонной промышленности стоит задача изыскать заменители остродефицитных материалов, а также материалов и изделий, которые до сегодняшнего дня мы получали из-за границы. Предлагаю срочно, в течение суток, разработать план максимального увеличения производства вооружения для армии, учитывая, что мобилизационные планы, подготовленные заранее, всем известны». Великая Отечественная война стала для СССР не только военным, но и экономическим испытанием. Тяжело доставшаяся победа в равных долях стала главным триумфом советской военной машины и экономической системы. И это не образное заявление, а статистика. За время войны Государственный комитет обороны принял 9971 постановление. И около двух третий из них относились к области экономики, то есть входили в сферу ответственности Николая Вознесенского. «Интересно, что в первые два года войны Вознесенский не был председателем Газплана. И получается, что Вознесенский через Соборова ставит Газплану задачи точно так же, как если бы он никуда не переходил». Подготовленные заранее мобилизационные планы стали основой, обеспечившие перевод всего народного хозяйства на военные рельсы в считанные месяцы. Но на войне далеко не все всегда идет по плану, поэтому буквально в ежедневном режиме Вознесенскому приходилось принимать решения, имевшие поистине стратегическое значение для обороны страны. Вот, к примеру, документ об увеличении выпуска танков, поверх которого Сталин от руки отдал распоряжение поручить комиссии во главе с Вознесенским разработать постановление на базе данной записки. А вот и последовавший вскоре ответ за подписью Вознесенского, в котором он фактически рапортует о готовности увеличить выпуск танков до 140 машин в сутки. На тот момент это было критически важно, так как после тяжелых потерь первых месяцев войны армии срочно требовалось восполнить нехватку танков. «Деятельность Вознесенского расширялась, потому что поначалу он фокусировался на производстве боеприпасов, но уже конец 1941 года, если мы смотрим по постановлениям Государственного комитета обороны, который готовит Вознесенский, он начинает готовить постановления и по эвакуации, и по танковой промышленности, и по авиационной промышленности, и даже по судостроению». Одной из главных задач Вознесенского в начале войны стало перемещение производительных сил на восток страны. Уже в июне 1941 года в условиях стремительной оккупации немецкими войсками западных областей в СССР начинает работу Совет по эвакуации. По линии ГКО его постановление утверждает Сталин, по линии СНК, как правило, Вознесенский. Масштабная эвакуация требовала создания соответствующей базы для размещения переезжающих в восточные районы предприятий. В срочном порядке в Ярославле, Горьком, Куйбышеве, Кирове, Уфе, Свердловске и Челябинске были образованы эвакуационные пункты и аппарат управления. В портах Ленинграда, Архангельска, Сталинграда, Астрахани, Одесса и других городов были созданы перевалочные эвакуационные пункты. Фронт остро нуждался в танках, самолетах и артиллерии. В связи с этим 25 октября 1941 года Политбюро поручило Вознесенскому руководство работой эвакуируемых предприятий наркоматов, авиапрома, танкопрома, вооружения, черной металлургии, боеприпасов. Вот сохранившееся в архивах постановление с пометкой Сталина к сведению руководителям наркоматов, эвакуируемых на Восток. Как следует из документа, от Вознесенского требовалось добиться пуска заводов оборонной промышленности в кратчайший срок. Каждые 5-6 дней первый зампред СНК обязан был отправлять в ЦК сводки о состоянии дел. Несмотря на все трудности, в период с июня по декабрь 1941 года из западных районов страны были эвакуированы 2593 предприятия. Из них 1523 – крупные заводы и фабрики, из которых 1360 работали на военно-промышленный комплекс. Для их вывоза потребовалось порядка полутора миллионов вагонов. То есть всего около 30 тысяч поездов. Составы шли с запада на восток нескончаемым потоком. Пассажирских вагонов не хватало. И эвакуируемым приходилось ютиться в теплушках, оборудованных в товарных вагонах. Одновременно с этим буксиры тащили по рекам сотни груженных оборудованием барж, а по сельским дорогам пылили колхозные и совхозные обозы. Самым тяжелым периодом для Вознесенского стал ноябрь-декабрь 1941 года. Из-за отступления и массовой эвакуации промышленное производство снизилось почти вдвое. А по отдельным пунктам – в сотни раз. На фото с празднования годовщины революции 7 ноября 1941 года хорошо заметно, в каком напряжении находится Николай Вознесенский. Первый результат, проделанный за полгода колоссальной работы, стал заметен уже к концу года. С декабря 1941 года падение производства остановилось. В первую очередь за счет невероятно быстрого ввода в строй эвакуированных предприятий. А уже в первом полугодии 1942 года практически все эвакуированные заводы и фабрики работали на полную мощность. За первые полтора-два года войны перестроенная под непосредственным руководством Николая Вознесенского советская экономика свела на нет преимущество Германии в производстве вооружения и боеприпасов. Начиная с этого момента, перевес СССР в этой области нарастал с каждым днем, что фактически лишало Германию шансов на победу в войне. Посудите сами. В течение последних трех лет войны СССР ежегодно выпускал в среднем более 30 тысяч танков. Германия в полтора-два раза меньше. До 40 тысяч самолетов. Германия в полтора-два раза меньше. Более 120 тысяч артиллерийских орудий. Германия в два-три раза меньше. До 450 тысяч ручных и станковых пулеметов. Свыше трех миллионов винтовок. И около двух миллионов автоматов. До 100 тысяч минометов. Немецкие резервы были велики, но без поддержания должных темпов их воспроизводства и в условиях ограниченности ресурсов исход войны был предрешен. Поэтому можно утверждать, что советская экономика победила немецкую еще в конце 1942 года. И в оставшиеся три года немецкие генералы и адмиралы лишь безуспешно пытались отсрочить неизбежное. В результате войны миллионы советских граждан остались без крыши над головой. Думать о помпезных предвоенных проектах, по которым застраивались Москва, Ленинград и другие крупные города, уже не приходилось. На строительство таких махин не было ни средств, ни времени. И в этих условиях Вознесенским было выработано оригинальное решение, надолго оставившее отпечаток в советской и российской истории. Основа, позволившая формировать планы восстановления городов и областей, была заложена Вознесенским еще в конце августа-начале сентября 1943 года. Тогда он представил план строительства заводов по производству так называемых «стандартных домов», проще говоря, многоквартирных деревянных домов. Новые заводы возводили в непосредственной близости от городов и деревень, разоренных противником и разрушенных в результате боевых действий. Предприятия производили стандартные части для сборки простых одноэтажных и двухэтажных домов с коммунальными квартирами или просто индивидуальными комнатами. В считанные недели на месте разбомбленных изгоревших кварталов и улиц появлялись новые дома, похожие друг на друга, как две капли воды, хорошо известные нам и сегодня бараки. И пусть зачастую в них не было никаких удобств, крыша над головой и сухая постель для многих в то время были важнее горячей воды, индивидуального санузла и центрального отопления. С наступлением Победы перед страной встали новые масштабные задачи по восстановлению экономики, ведь часть СССР в буквальном смысле лежала в руинах. Для решения этой задачи Госплан под руководством Вознесенского взялся за проектирование 4-го пятилетнего плана. Еще на стадии подготовки плана Вознесенский отмечал, что новая пятилетка должна не просто решить задачи восстановления народного хозяйства, но и продемонстрировать всему миру преимущества социалистической системы. Всего за четвертую пятилетку, спланированную под руководством Вознесенского, было пущено 6200 восстановленных и вновь построенных предприятий. Объем выпуска продукции машиностроения увеличился в 2,3 раза по сравнению с показателями 1940 года. К концу пятилетки ввели в строй все электростанции Приднестровья, Донбасса, Киева, Харькова, Воронежа, Сталинграда и многих других городов. За 4 года советская экономика не просто восстановилась, она встала на путь интенсивного развития. По результатам этой первой послевоенной пятилетки Советский Союз, как и планировал Вознесенский, смог удивить весь мир. Ни одно государство в истории не залечивало столь глубокие раны в такие сжатые сроки. Это оказалось под силу лишь эффективно управляемой административно-командной экономики, действующей на основе грамотно составленного плана. Надо сказать, что он, безусловно, сыграл выдающуюся роль в организации народного хозяйства и в решении наиболее острых проблем, связанных, с одной стороны, планированием народного хозяйства, а с другой стороны, равномерным и сбалансированным обеспечением народного хозяйства необходимыми людскими, финансовыми, материальными ресурсами. В немалой степени этому способствовала денежная реформа 1947 года, подготовка которой велась в строжайшей секретности. Резко возросшие в годы войны расходы бюджета потребовали включения печатного станка. Если накануне войны в обращении находилось около 19 миллиардов рублей, то к началу 1946 года уже почти 74 миллиарда рублей. Эта колоссальная денежная масса не соответствовала объемам послевоенного товара оборота. Ее требовалось как можно быстрее сократить. Кроме того, немалая часть наличных денег, как считалось, осела на руках у тех, кто в годы войны занимался спекуляцией на колхозном или черном рынке. Системы ценообразования и распределения также требовали изменений. Пайковые для приобретения по карточкам и коммерческие цены для покупки продуктов, сверхопределенных правительством норм в государственных коммерческих магазинах, сильно отличались друг от друга по итогам войны. Было необходимо привести к общему знаменателю. Также должна была быть ликвидирована и сама карточная система. Еще один пережиток военных лет. Задачи по сокращению денежной массы легли главным образом на финансистов под руководством главы Минфина Арсения Зверева. В то время как ликвидацией карточек и реформой ценообразования в основном занималась комиссия Вознесенского, сформированная 27 мая 1947 года по личному указанию Сталина. Единые розничные цены на продовольствие Вознесенский предложил сформировать путем резкого снижения коммерческих цен. Их практически приравняли к более низким пайковым, то есть тем, по которым отоваривались карточки. Более того, пайковые цены на жизненно важные товары, к примеру, на хлеб и крупу, предлагалось снизить на 10%. Вознесенский отмечал, что отмена карточек приведет к резкому росту потребления. Поэтому к концу года было запланировано пополнение торговой сети товарами с целью удовлетворения спроса. С этой целью даже было предусмотрено сокращение отпуска товаров для военных потребителей. По замыслу Вознесенского во второй половине 1947 года предлагалось выделить для продажи сверхплана, помимо продовольственных товаров, 400 тысяч квадратных метров жилья в стандартных жилых домах, 11 775 мотоциклов, 82 тысячи велосипедов, 800 легковых автомобилей, ювелирных изделий на 200 миллионов рублей. Да, в эти годы советскому человеку было о чем мечтать. Ведь помимо бараков, в годы четвертой пятилетки в городах появлялись широкие проспекты, обрамленные шикарными по меркам того времени домами, квартиры в которых высоко ценятся и поныне. По всей стране строятся дома культуры, спортивные комплексы, школы, детские лагеря и санатории. В столице появляются монументальные сталинские высотки. В эти же годы с конвейера сходят первые «Москвичи-400», скопированные с немецкого «Опель Кадет» и легендарные «Победы», а также продолжается массовый выпуск мотоциклов «М-72», дедушек знаменитого «Урала», скопированных с немецкого «БМВ Р-71», но позже значительно доработанных уже в СССР. Однако повышение товара оборота требовало и расширение самой торговой сети. Для этого до конца 1947 года предлагалось открыть 15 тысяч дополнительных предприятий торговли, в числе которых 11 тысяч хлебных магазинов и палаток, 450 бакалейно-гастрономических магазинов, 400 плодо-овощных магазинов, 300 универмагов, 500 фуражных лабазов, 1500 ресторанов, столовых и чайных, 900 фирменных магазинов. Большие продуктовые магазины и универмаги, открывавшиеся в те годы в крупных городах, должны были стать символом новой, изобильной жизни советского гражданина. В них на всеобщее обозрение были выставлены горы консервов, пирамиды из бутылок вина и шампанского, большие банки с икрой, горы сыров и колбас, различные копчености и даже дичь. Однако далеко не всем такие деликатесы были по карману. Судите сами. Средняя зарплата рабочего на промышленном предприятии в 1946 году составляла 500-600 рублей, в то время как ученые, артисты и крупные чиновники могли получать по 3-5 тысяч рублей в месяц. В то же время цена килограмма говядины в коммерческом магазине составляла в этот период около 150 рублей, вареные колбасы 250 рублей за килограмм, сыра 330 рублей за килограмм. Предложенное Вознесенским повышение товара оборота должно было взаимно покрыть денежные расходы и доходы населения в четвертом квартале 1947 года. А в 1948 году расходы должны были превысить доходы на 10 миллиардов, что одновременно обеспечило бы сокращение денежной массы на руках у населения и создало бы дополнительный резерв для бюджета. После обсуждений проект постановления о реформе, составленной Вознесенским, с некоторыми корректировками был представлен Сталину. Это произошло 19 июня 1947 года. Около полугода велась активная практическая подготовка. Новые дензнаки развозили по сберкассам во всех регионах страны. Параллельно их работников инструктировали о порядке грядущего обмена. 13 декабря 1947 года Политбюро приняло постановление, ознаменовав тем самым начало реформы. В результате наличную составляющую денежной массы удалось сократить с 74 до 4 миллиардов рублей. Государственный долг заметно сократился, что позволило скорректировать бюджетную политику в сторону увеличения расходов. Между тем, в 1947 году карьера Вознесенского достигла своего пика. Тогда же он опубликовал свой главный программный труд, объединивший его теоретические изыскания в сфере политэкономии с той грандиозной практической работой, которую он проделал на важнейших государственных постах за 9 лет. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. В этой книге оказались заложены те самые основы социалистической экономики, о выработке которых Вознесенский мечтал еще в начале 30-х годов. В чем же заключались основные закономерности экономического развития социалистического государства в условиях плановой экономики? В основе их, был уверен Вознесенский, лежит закон расширенного воспроизводства. Расширенное социалистическое воспроизводство означает прежде всего рост совокупного общественного продукта. Затем оно означает увеличение действующих средств производства, орудий труда и предметов труда. Далее расширенное воспроизводство означает рост рабочего класса и фонды его заработной платы. Наконец оно означает отчисление известной доли общественного продукта, прибыли, на нужды социалистического накопления и капитального строительства. Если говорить проще, Вознесенский указывал, что рост производства всегда должен обгонять рост зарплат, а рост бюджета и общественного благосостояния должен непременно приводить к увеличению объема инвестиций в собственную экономику. Он считал, что план, в отличие от рынка, может обеспечить стране и обществу стабильное поступательное развитие на десятилетия вперед, без регулярных кризисов, являющихся неотъемлемой частью рыночной системы. Уже в 1948 году книга, заложившая основы социалистической политэкономии Вознесенского, была издана полумиллионным тиражом. Такой успех вовсе не случайен. Сохранились многочисленные свидетельства того, что редактором монографии стал сам Сталин, сделавший на полях большое количество пометок и внесший в текст ряд исправлений. Когда после войны в марте 1946 года происходит переформатирование Совета народных комиссаров, и на базе СНК создается Совет министров СССР во главе со Сталином, Вознесенский укрепляет свои позиции. С одной стороны, он продолжает руководить госпланом, становится заместителем председателя Совета министров СССР, а в начале 1947 года он входит в состав Политбюро ЦК, становится его полноправным членом и одновременно входит в состав так называемой руководящей «семерки». Это официальное название руководящих органов. Однако насладиться славой и плодами своего труда по организации четвертой пятилетки и денежной реформы Вознесенскому было не суждено. Оказавшись слишком близко к Сталину, он пал жертвой аппаратной борьбы. В послевоенные годы Сталин стал присматривать в окружении человека, которому можно было бы доверить управление СССР. К этому времени вокруг вождя сложилось как минимум две мощнейших группы влияния, которые вели ожесточенную аппаратную борьбу – Московская и Ленинградская. Лидерами первой принято считать Маленкова и Берия, руководителями второй – Жданова, Вознесенского и Кузнецова. По свидетельству Анастаса Микояна, один из первых разговоров на эту тему состоялся летом 1948 года. Тогда Сталин отдыхал на Черном море в районе озера Рица и пригласил к себе на дачу членов ближнего круга. Там при всех он объявил, что члены политбюро стареют. Хотя большинству было немногим больше 50 лет, и все были значительно младше Сталина лет на 15-17, кроме Молотова. Да и того разделяло от Сталина 11 лет. Сталин сказал, что будущие руководители должны быть молодыми. О том, что в конце 40-х Сталин начал готовить Вознесенского в качестве своего преемника, помнил и племянник главы Госплана – Лев Вознесенский. Последние полтора года перед снятием со всех постов Николай Вознесенский начал бывать у Сталина ежедневно. Вечерами и даже по ночам они работали вместе на ближней даче. Это была совместная работа и в кабинете, и за ужином, и во время прогулок в саду. В 1948-1949 годах Сталин начал все чаще говорить о своем преемнике в присутствии ближнего круга и упоминать в этой связи главу Госплана. Едва ли не на всех фотографиях этого периода Вознесенский либо находится рядом со Сталином, либо стоит у него за спиной. Ему хотелось иметь в руководстве контролируемых людей по возрасту, которые бы годились ему сыновья. Вот как раз наш герой 1903 года рождения, Сталин его старше на поколение, на 24 года, ему нравился колоссальной работоспособностью. В какой-то степени, что даже парадоксально говорить, Сталину было интересно, как Николай Александрович Вознесенский с ним не соглашается. Он один из немногих позволял себе отстаивать свою точку зрения. Перед вождем не раболепствовал, в то время как это было характерно для подавляющего числа других. За годы работы на вершине власти у Вознесенского и без того накопилось немало влиятельных недоброжелателей, в числе которых стоит особо отметить Маленкова и Берева. В послевоенный период речь идет о постепенном уменьшении продукции Министерства обороны и перевода этих предприятий на мирные рельсы, чего по многим причинам Берия, Маленкову не хотелось. То есть у ряда руководителей партии, Маленкова, Берия и так далее, против Госплана и против лично Вознесенского накапливалось недовольство, которое потом уже перешло в поиски компромата. В то же время глава Госплана пользовался поддержкой Жданова, под началом которого он работал в Ленинграде еще в середине 1930-х. Послевоенные годы стали периодом растущего влияния Жданова и Вознесенского. Еще в 1946 году Жданов сменил Маленкова в качестве руководителя аппарата ЦК. При этом секретарем ЦК стал еще один его протеже – Алексей Кузнецов. Внезапная смерть Жданова в августе 1948 года лишила Вознесенского протекции, сделав его уязвимым для аппаратных интриг. При этом место Жданова вновь занял Маленков, усиливший посредством этого свое влияние на Сталина. Уже в следующем году было инициировано расследование так называемого «Дело Госплана». Весной 1949 года в руки Клаврентию Берия попала записка Михаила Помазнева, зампреда Госнаба, который в то время возглавлял Лазарь Каганович. В ней говорилось, что Вознесенский умышленно занижает в темпы экономического роста страны. О том, что эта записка могла быть частью атаки Берии и Маленкова на Вознесенского, косвенно может говорить тот факт, что уже вскоре после ее написания Помазнева назначили на престижный пост управляющего делами Совмина, с которого он был снят после ареста Берия в 1953 году. Узнав о записке, Сталин по воспоминаниям Микояна вышел из себя. Значит, Вознесенский обманывает Политбюро и нас, как дураков надувает. Как это можно допустить, чтобы член Политбюро обманывал Политбюро? Такого человека нельзя держать ни в Политбюро, ни во главе Госплана. Несмотря на это, Сталин все еще доверял Вознесенскому, поэтому поручил Бюро Совмина проверить представленные факты. Бюро, в которое в числе прочих вошли Берия и Маленков, конечно же, все подтвердило. 5 марта 1949 года было подготовлено постановление Политбюро о Госплане. В нем говорилось, что под руководством Вознесенского плановое ведомство допускает необъективный и нечестный подход к вопросам планирования и оценки выполнения плана, что выражается прежде всего в подгонке цифр с целью замазать действительное положение вещей. Вскрыто также, что имеет место смыкание Госплана СССР с отдельными министерствами и ведомствами и занижение производственных мощностей и хозяйственных планов министерств. В результате Совмин постановил снять Вознесенского с поста главы Госплана, одновременно его исключили из состава Совмина и из Политбюро. На состоявшемся вскоре заседании Политбюро, Маленков и Берия зачитали обширный доклад о недостатках в работе Госплана. Блестящая и многообещающая карьера Николая Вознесенского была полностью разрушена. Как вспоминал один из его секретарей виноградов, «Больше мы его не видели и даже вслух не вспоминали. В нашем кругу воцарился молчаливый закон. Не слово о Вознесенском». Последний висит Вознесенского в кабинет вождя, согласно журналу посещений, состоялся вечером 9 апреля 1949 года. Вместе с ним в кабинете присутствовали Молотов, Берия, Микоян, Косыгин, Каганович, Маленков, Булганин и Зорин. Встреча длилась недолго, всего 35 минут. С 22.00 до 22.35. О чем на ней шла речь, неизвестно. Но после этого Сталин больше не вызывал к себе бывшего главу Госплана. В течение нескольких месяцев Вознесенский находился на даче без работы. Отчаявшись, он написал письмо Сталину. Вот оно. «Товарищ Сталин, обращаюсь к вам с великой просьбой. Дать мне работу, какую найдете возможной, чтобы я мог вложить свою долю труда на пользу партии и Родины. Очень тяжело быть в стороне от работы партии и товарищей. Прошу вас оказать мне это доверие. На любой работе, которую поручите, отдам все свои силы и труд, чтобы его оправдать». Преданный вам Н. Вознесенский. Однако письмо осталось без ответа. Более того, на нем Сталин поставил пометку «товарищу Маленкову», то есть доверил решение судьбы Вознесенского одному из его аппаратных соперников. И Маленков помог. Вскоре было инициировано дело о пропаже секретных документов в Госплане, которое окончательно решило судьбу Николая Вознесенского. Параллельно с делом Госплана в стране раскручивалось еще более громкое ленинградское дело. В послевоенные годы Ленинград стал своеобразной кузницей кадров. Многие бывшие работники городской парт-организации работали во главе областных комитетов ВКПВ, на постах вторых секретарей в руководстве регионов. Некоторые были выдвинуты в ЦК, в правительственные структуры. Столь бурная активность, развернутая ленинградцами в высших эшелонах власти, не всегда приходилось по вкусу Сталину. Между тем, до поры до времени все разногласия с Москвой удавалось сглаживать. Безусловно, особую роль в этом играл Андрей Жданов, умевший находить общий язык со Сталином и пользовавшийся при этом непререкаемым авторитетом. С его смертью в августе 1948 года тучи стали сгущаться не только для Вознесенского, но и для ленинградских руководителей. Выяснилось, что Попков негласно предлагал ему шефствовать над Ленинградом, на что глава Госплана ответил отказом. Вознесенский не отрицал, что такой разговор был, но на тот момент обвиняли его только в том, что он не доложил о таком антипартийном положении в ЦК. В ночь с 26 на 27 октября 1949 года Николай Вознесенский был арестован. Из обвинительного заключения, которое подготовил к сентябрю 1950 года министр госбезопасности Виктор Абакумов, становится ясно, в чем именно обвиняли главных фигурантов дела, в число которых вошел и Николай Вознесенский. Измена родине, подрыв государственной экономики, преступный заговор. 28 сентября обвиняемым дали ознакомиться с обвинительным заключением, а уже на следующий день их перебросили в Ленинград, где начался судебный процесс. Приговор по делу был подписан ночью 30 сентября 1950 года комиссией, состоявшей из трех генерал-майоров юстиции. Матулевича, Зарянова и Детистова. Николай Вознесенский был приговорен к расстрелу с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Вместе с Вознесенским пострадала и вся его семья. Сестра и брат были расстреляны. А жена, мать, вторая сестра и племянники получили сроки и ссылки. Реабилитировали Вознесенского одним из первых. 30 апреля 1954 года. Однако идеи Вознесенского продолжали воплощаться в жизнь спустя многие годы после его смерти. Мало кто знает, что в начале 50-х Вознесенский планировал провести в СССР масштабную реформу, основные положения которой были заложены в новой программе партии, разрабатывавшейся под руководством Жданова. Вот лишь часть того, о чем говорилось в программе. По мере электрификации страны и насыщения ее современной техникой, предполагалось автоматизировать рабочие процессы в колхозах, совхозах и на промышленных предприятиях. Что, как ожидалось, позволит СССР перейти сначала на 7, а потом и 6-ти в часовой рабочий день? Определенные изменения должны были затронуть и сферу оплаты труда. Авторы программы призывали отказаться от уравниловки в пользу оплаты по количеству и качеству труда, сделав материальную заинтересованность работников одним из главных стимулов развития производства. Также предполагалось обеспечить каждому трудящемуся отдельную комнату, а каждой семье квартиру. В числе прочего планировалось развернуть массовое производство легковых автомобилей «Победа» и «Москвич», сделав их доступными для всех граждан СССР. Высказывалась идея введения народного законодательства, которое предполагало регулярное проведение всенародного голосования по вопросам развития страны, предоставление общественным организациям право вносить предложения о новых законопроектах в Верховный Совет. Принцип выборности предлагалось постепенно распространить на всех представителей госаппарата. Обращалось внимание на усиление значимости общественного мнения. Однако эти планы во многом расходились и со сталинской политэкономией, и с мнением участников ближнего круга. Более того, в 1952 году Сталин написал работу «Экономические проблемы социализма в СССР». Хотя Вознесенский в этой работе по понятным причинам не упоминался, часть ее была посвящена опровержению важнейших теоретических тезисов из его главного труда «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». В своей книге Сталин признавал, что при социалистическом строе существует и действует закон стоимости, но отказывался считать его регулятором производства. «Регулятором закон стоимости может выступать только при капитализме», утверждал вождь. При социализме же он строго ограничен и поставлен в рамки. Разработки Вознесенского оставались в забвении вплоть до смерти Сталина в 1953-м. От уже явно устаревшей идеи диктатуры пролетариата надо было переходить с точки зрения Вознесенского к тому времени в 1948-м году скоропостижно скончавшегося Жданова к власти, реальной власти советского человека. То есть речь шла о существеннейшей, планируемой демократизации общества. События последних лет стали ярким примером того, что сегодня мы живем в условиях постепенного разрушения устоявшихся моделей миропорядка, и мировая экономика не является исключением. Рождение многополярного мира сопровождается многочисленными столкновениями интересов ведущих мировых и региональных держав, что в свою очередь обуславливает растущую экономическую нестабильность и неопределенность. В этих условиях теоретическое и практическое наследие Вознесенского, стремившегося объединить рыночные и плановые начала в экономике, не просто не теряет своей актуальности, оно приобретает новые смыслы.